В Ивановской областной думе состоялось внеочередное пленарное заседание, посвященное бюджету региона на грядущий год. Хорошая новость для предпринимателей. Льгота для малого и среднего бизнеса продлена на три года. Речь идет о налоговых ставках для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Он направлен на людей, которые работают сами. Это малый бизнес, самый малый. Те, у кого сегодня три наемных работника, не более того, а в следующем году будет 15, до 15 человек. Это люди, которые создают рабочие места и работают сами. В таких сферах, как образование, здравоохранение, оказание услуг домашнего хозяйства, коммунальные услуги, совершенно верно, в социальной сфере. То есть это люди, у которых есть желание работать самим. То есть в ближайшие три года налог для них будет составлять 5% вместо 15%. Казалось бы, для бюджета региона это невыгодно. Но, как выяснилось, все в точности наоборот. У нас было очень много сомнений в прошлом году, когда мы этот модельный закон впервые запускали. Но депутаты говорили, настаивали на том, что не будет выпадающих доходов из бюджета, а наоборот будет увеличение налоговой базы, что и действительно произошло в этом году. То есть, упрощая людям систему налогообложения, снижая ставку до минимальной возможной, мы таким образом привлекаем новых налогоплательщиков. В первом чтении был принят закон об областном бюджете на 2013 год. По сути, главный финансовый документ региона. Как и в предыдущие годы, основная статья расходов придется на социальную сферу. В целом, на развитие социального комплекса планируется направить почти 16,5 миллиардов рублей, что составляет 56% от общего объема региональных расходов. Мы в будущем году планируем серьезные деньги потратить на развитие культуры. Это не говорит о том, что мы никогда на культуру не обращали внимания, но повышенный такой интерес. Речь идет о цифрах более полумиллиарда рублей на культуру. Вот это впервые будет более 4 миллиардов рублей, если быть точным, 4,3, по-моему. Это образование, больше 400 миллионов рублей, только мы закладываем сегодня на повышение зарплат учителям, работникам дошкольных учреждений. Предполагается, что доходы бюджета в 2013 году возрастут до 28 миллиардов рублей. Расходы составят 29,2 миллиарда. Дефицит в этом случае значительно уменьшается по сравнению с прошлым. Однако до идеала еще далеко. Первое чтение закон прошел. Теперь у депутатов есть 30 дней на его доработку.